друзья мои говорим сегодня про грудное вскармливание а еще если точнее говорим про олигосахариды грудного молока это на сегодня очень актуальная тема очень много вопросов при этом мало кто вообще понимает кто они такие вот эти самые олигосахариды грудного молока их еще называют HMO human milk олигосахариды так вот в женском молоке присутствует около 200 разных олигосахаридов то есть у одной конкретной женщины их разных 15-20 но всего обнаружено около 200 и мы никогда понятия не имеем какая комбинация олигосахаридов будет в грудном молоке конкретной женщины а эта комбинация всегда уникальна уникальна в этом молоке и идеально подходит именно этому ребенку тем не менее есть два олигосахарида которые обнаруживаются чаще всего они есть в молоке у всех женщин и эти два олигосахарида даже получили свои там названия у каждого олигосахарида есть свои названия эти например называются 2фл или lnnt вот комбинация этих олигосахаридов она есть практически в молоке каждой женщины всегда теперь о чем я хотел бы рассказать зачем нужны олигосахариды главное что мы должны понимать олигосахарид попадает желудок попадает в тонкий кишечник и практически в неизмененном виде попадает в толстый кишечник и вот именно в толстом кишечнике начинается реальная работа олигосахарида мы наконец-то начинаем понимать для чего он там нужен оказывается в этом толстом кишечнике сидят и ждут этот олигосахарид очень полезные микробы для которых этот олигосахарид является основным субстратом субстратом роста субстратом развития субстратом который организует взаимоотношение микробов друг с другом таким образом уникальность олигосахаридов как раз и состоит в том что они стимулирует помогают размножению полезных бактерий но нет плохих микробов которые могут использовать олигосахариды грудного молока в качестве объекта питания вот это как раз и состоит уникальность более того плохие патогенные микробы они очень часто воспринимают олигосахариды как компоненты клеточной стенки и они фиксируются не на клеточной стенке а на олигосахаридах то есть фактически олигосахариды представляют собой ловушки для плохих микробов еда для хороших ловушки для плохих таким образом не удивительно что именно олигосахариды многократно уменьшают риск кишечных инфекций и вот что получается в результате наличие олигосахаридов проявляется совершенно конкретными функциями функция первая она уже понятно мы стимулируем размножение полезной флоры и размножение полезной флоры обеспечивает прежде всего формирование нормальной адекватной иммунной системы что проявляется не только в уменьшении частоты инфекционных болезней но и что очень важно в принципиальном уменьшении вероятности аллергических реакций ну и разумеется тормозя размножение флоры патогенной олигосахариды грудного молока уменьшают вероятность кишечных инфекций как вирусных так и бактериальных таким образом мы видим что уникальность бесценное преимущество грудного молока в сравнении с любым продуктом детского питания состоит именно в том что ему присущ определенный набор олигосахаридов тем не менее именно сейчас в двадцать первом веке вот те самые два самых распространенных чаще всего встречающихся в материнском молоке олигосахариды грудного молока напомню вот эти два фл и лннт удалось воспроизвести в виде комплекса олигосахаридов грудного молока и их стали добавлять в некоторые продукты детского питания понятно что это достаточно дорогие продукты премиум класса тем не менее такие продукты на рынке появились собственно ядоверно с этими связаны множество вопросов по поводу олигосахаридов грудного молока теперь когда я вам все это рассказал мне кажется что в плане олигосахаридов грудного молока мы все точки над и расставили это уникально это круто это полезно это необходимо каждому ребенку это необходимо каждому ребенку поэтому кормите ребенка грудью Остались вопросы? Пишите их в комментарии Подписывайтесь на наш канал Будьте с нами Кормите ребенка грудью И будьте в это время с нами Субтитры сделал DimaTorzok